Добрый день, друзья! Это очередной правовой обзор на канале Диктатура Закона. И с вами Кайрат и Жасулан. Сегодня, уважаемые друзья, мы поговорим с вами об исполнительной надписи, которые производит нотариус. Что это за документ? Какую юридическую силу имеет исполнительная надпись? И что будет, если ее не исполнять? Обо всем этом в нашем обзоре. Итак, поехали! Друзья, мы уже неоднократно в своих видеороликах упоминали о исполнительной надписи. Но сегодня мы хотели бы остановиться на этом более детально и разъяснить новеллу закона. Традиционно хотелось бы начать с понятия исполнительной надписи. И говоря проще, исполнительная надпись это распоряжение нотариуса о взыскании суммы, которая причитается с должника. Обязательным условием для проведения исполнительной надписи является его бесспорность. А для такого определения нотариусу необходимо подтвердить факт наличия задолженности и отсутствие объективных оснований для оспаривания такой задолженности. Проще говоря, нотариус дает такой документ, где подтверждает, что гражданин А должен гражданину Б. В последующем такой документ в виде исполнительной надписи он предоставляет взыскателю. А для принятия мер принудительного взыскания взыскатель обращается к судебному исполнителю, поскольку исполнительная надпись имеет силу исполнительного документа. И взыскание в таком случае производится в порядке и в соответствии с законом о статусе судебных исполнителей и исполнительном производстве. А для наглядного понимания, о чем собственно идет речь, показываем исполнительную надпись, в котором указывается место и дата совершения исполнительной надписи, фамилия, имя и отчество нотариуса, сведения о взыскателе и должнике, обозначается срок, за который производится взыскание суммы и сумма, которая подлежит взысканию. По нашему мнению, исходя из нашей практики и опыта применения исполнительной надписи, существует несколько объективных нарушений. И конкретно об этих нарушениях поговорим в этом видео далее. Как правило, исполнительная надпись производится нотариусом. И в силу положений норм ст. 92, прим. 6, закон Республики Казахстан о нотариате, копия исполнительной надписи направляется должнику с уведомлением о вручении. Должник, получивший копию исполнительной надписи, в течение 10 дней вправе направить в письменном виде возражение против заявленных требований нотариусу, вынесшему исполнительную надпись. Исполнительная надпись может быть предъявлена для принудительного исполнения в течение 3 лет с момента ее совершения. Однако, уважаемые друзья, копия исполнительной надписи и извещений не всегда доходит до должника. И причины этому могут быть разные. И объективные, и необъективные. Но в любом случае и положении дел, должник имеет право обжаловать и отменить такую исполнительную надпись в течение 10 дней, когда ему стало об этом известно. Возражение выглядит вот таким вот образом. И составляется в произвольной форме, где указываются объективные причины несогласия с решением или сведения, которые указывают на наличие спора. А в некоторых случаях вы можете обратиться к любому нотариусу, который оформит заявление и удостоверит его в частном порядке. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео в WhatsApp в группах. Это канал Диктатура закона, и мы разъясняем вам ваши права. Всем огромной удачи и пока!